Здравствуйте! В эфире Национального телевидения. Ваша информационная программа «Республика». С главными событиями среды и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. О здоровье и продолжительности жизни на очередном заседании Кабинета министров обсудили приоритетное направление в области медицины. Свадьба, земли и плуга. В Чувашии отмечают национальный праздник Акаду. Покоряя высоту, в республике прошел всероссийский турнир по прыжкам в шестом вне стадиона. Исторический максимум – почти 73 года. Такого уровня достигла средняя продолжительность жизни жителей Чувашии. Об общем состоянии здоровья населения и приоритетных направлениях в области медицины доложил министр здравоохранения Чувашии на очередном заседании Кабинета министров. Главный инструмент – профилактика. Упор на инфекционные заболевания. В 2017 году профилактика получила новый виток развития. Проекты – школьная медицина и цеховая медицина. Диспансеризация также помогает выявлять и предупреждать болезни на ранних стадиях. Ее проходит почти все население республики. Кроме того, мы активно используем выездные формы работы. Следующий слайд. Выездные формы работы, такие как выездные сосудистые патрули, онкопатруль, мобильные врачебные бригады. В 2017 году запущен новый проект – мобильная поликлиника, в рамках которого ведущие специалисты клиник республики осмотрели более 9 тысяч сельских жителей. Такая работа нам и продолжена, поскольку это один из малозатратно высокоэффективных инструментов раннего уявления заболеваний. Комплекс мер позволил снизить заболеваемость и смертность. Соответственно, выросла средняя продолжительность жизни жителей Чуваши и достигла исторического максимума – 73,74 года. Все же воспитывать серьезные отношения к здоровью стоит с детства, заметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Здесь должна быть налажена коллективная работа министерств, отвечающих за образование, здравоохранение и физическую культуру. Сотрудничество госорганов и коммерческих структур, например, уже дает плоды. Так, в прошлом году окно для бизнеса создали на базе Сбербанка, где предприниматели, не сходя с места, могут решить финансовые дела и при этом получить государственные услуги. За пять месяцев туда обратились почти тысячи предпринимателей. Проект постановления предусматривает создание центров оказания услуг для бизнеса, путем создание дополнительных окон для юридических лиц индивидуальных предпринимателей на базе кредитных организаций и объектов, образующих инфраструктуру поддержку бизнеса. К первому июню в Чувашии создано восемь отдельных окон, обслуживающих представителей бизнеса. По большей части они располагаются в многофункциональных центрах республики. Ирина Волкова, Аляси Русакова, Андрей Шоклев, Республика. Михаил Анисимов назначен министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики. Соответствующий указ подписал глава региона. У Михаила Анисимова большой опыт работы в этой отрасли, более 22 лет. До назначения он занимал должность заместителя министра информационной политики и массовых коммуникаций. Перед новым руководителем стоит множество задач. Реализация основных направлений федеральной программы «Цифровая экономика», подготовка специализированных кадров. Продолжается цифровизация в государственном и муниципальном управлении. Здесь у нас уже порядка 60 услуг переведено в электронный вид, которым мы оказываем наши задачи, но как можно больше это расширить и для того, чтобы сделать эти услуги более доступными. И мы будем пытаться довести это порядка до 60% всех услуг, которые мы оказываем, чтобы можно было получать в электронном виде. Именно региональных услуг. Михаил Игнатьев отметил, к реализации поставленных задач необходимо привлекать бизнес и IT-сообщество. Очень много нового мы должны сделать для того, чтобы в едином пространстве России не отставать, а идти в новых, а может быть по отдельным направлениям, быть даже лучшим регионом или пилотным регионом на территории Российской Федерации. 12 июня в Чебоксарах, как и по всей стране, прошли праздничные мероприятия в честь Дня России. Тысячи людей пришли на главные площадки города отметить этот день вместе. Татары, казаки, киргизы, чеченцы, таджики, представители разных национальностей собрались на площади республики в Чебоксарах, чтобы поздравить друг друга песнями и танцами в День России. Мы, хотя в разных национальных костюмах, мы сегодня, мы с Чебоксарского района поем сегодня «Берегите Россию» песню, и мы празднуем со всем народом, мы счастливы, что вместе с народом. Дай Бог, чтобы нам всегда быть в едином России, в едином. На официальной церемонии открытия праздника уже на Красной площади глава Чувашия пожелал всем укреплять дружбу, беречь мир и гордиться тем, что в нашей стране сотни народов могут жить, как одна семья. С праздником, с Днем России! Президент России Владимир Владимирович Путин делает все для того, чтобы на территории Российской Федерации, в любимой нашей стране, была стабильная общественно-политическая ситуация. И это ему и нам вместе удается делать. Я благодарен родителям, бабушкам и дедушкам за то, что вы правильно воспитываете своих детей, воспитываете духи патриотизма. Творческие коллективы радовали людей до самого вечера. А горожане и гости столицы, в свою очередь, подпевали и танцевали. Это один из самых главных праздников Российской Федерации, поэтому мы поздравляем всех горожан с нашим праздником. Счастья всем, благополучия и процветания нашей Родине. Поздравляю с Днём России. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в работе. Несмотря на то, что сегодня такой пасмурный день, настроение очень праздничное, хороший концерт. Спасибо городу. Днём России! Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В большинстве муниципалитетов республики отметили Агадуй. Глава Чувашии приехал поздравить с праздником песни и труда жителей Вурнарского района. Местные аграрии завершили пассивные работы одними из первых и с внушительными результатами. Право поднять флаг Агадуя над парком посёлка предоставляют только передовикам труда. А таких муниципалитетов становится всё больше. Лучшим работникам хозяйств вручили благодарности, почётные грамоты и медали. В посёлке Вурнары живёт и один из лучших трактористов страны Николай Тихонов. Звание заслуженного работника сельского хозяйства ему присвоил президент России. Больше 20 лет работаю в Вурнарском местном, знаете, посеял я в этом году, ну, где-то тысячи гектаров в осень на уборочном, там, по пять тысяч тонн отдыхаю я там, в поле отдыхаю. Мне нравится, знаю, с детства. Концертная программа с утра и до позднего вечера. Большинство песен посвящены тем, кто трудится на земле. Аграрии муниципалитета достигли успехов. Этой весной в районе посевные площади были увеличены. Здесь продолжают водить в оборот и залежные поля. Крестьяне Вурнарского района неплохими темпами и хорошим качеством завершили весенние полевые работы. На сегодня сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами посеяны зерновых культур 12 831 гектара. Глава региона отметил, что аграрии муниципалитета стали выращивать и рентабельные культуры. Многие хозяйства сделали ставку на кормовую кукурузу. Спрос на нее повышается не только в стране, но и за рубежом. Начались еще масляничные культуры. Это и горчица, и другие масляничные культуры, которые на сегодняшний день пользуются спросом на рынке. И отдельные хозяйствующие субъекты продают на экспорт. И на полях, и на участках, кто ведет личное подсобное хозяйство, зреет хороший урожай. В урнарцы умеют не только работать, но и гостей удивлять. Сюда на праздник о году и съехались народные умельцы со всего района, чтобы показать оригинальные подделки и провести мастер-классы. Здесь же можно было научиться создавать картины из дерева и даже плести коврики из полевой травы. Это, говорят мастера, давно забытое ремеслом. Ароматерапия. Во-первых, и как оберег чуваши всегда к траве очень бережно относились. Проливной дождь на праздники песни и труда называют хорошим знаком. Аграрии рассчитывают, что этим летом земля будет плодородной и даст большие всходы. После Агадуя начинается трудовая пора. Хозяйство приступают к заготовке кормов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Долгожданный праздник песни, труда и спорта Агадуй-Сабантуй отметили и жители Батаревского района. Агадуй-Сабантуй – один из самых важных национальных праздников чувашского и татарского народов. Он хранит древние традиции, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к труду, искусству и спорту. Праздник Сахии-Плуга Батаревского района традиционно прошел на поляне Солнечное. Этот праздник традиционный. Каждый год батаревцы собираются здесь, на этой же поляне. Хотя сегодня погода неблагоприятная, но все равно люди радуются. Радуются, что посеяли. Мы ждем сходов этих, добрых, богатых сходов. Поэтому сейчас празднуем, веселимся. Национальная борьба, конные скачки, бега рысаков – основные состязания Акатуя-Сабантуя. Только в этом году на бегах участвовали около 20 рысаков Батаревского, Шамуршинского, Комсомольского, Чебоксарского районов Чувашии и Республики Муриэл. Все 19 сельских поселений приглашали в свои гостевые домики. В них можно было познакомиться с народно-прикладным творчеством, бытом и традициями многонационального батаревского народа. Кстати, новшеством праздника этого года стало авиашоу. Ферит Аюпов сейчас живет в Ульяновске, но сам родом из села Шигардан. Вот уже 20 лет он вместе с семьей приезжает на этот праздник. В этом году очень красочно оформлено все. Очень много детских различных аттракционов, горок. Мы, конечно, здесь встречаемся с родственниками, с друзьями, с одноклассниками. Это очень приятно. Но все же самое главное в празднике – окончание весеннеполевых работ, ведь именно им он и посвящен. Главный итог весеннеполевых работ – это хорошее состояние сходов. 8 июня в районе провели осмотр полей, который показал, что земледельцы успешно справились с поставленными задачами и заложили тем самым хороший фундамент под будущий урожай. Традиционно на Акату и Сабантуе награждают лучших из лучших. Этот год не стал исключением. За организованное и качественное проведение весеннеполевых работ, выполнение намеченных объемов посева сельскохозяйственных культур, перед векам сельского хозяйства вручили государственные награды. Тот, кто работает, у нас не забывает человек. Ему оказывается внимание, почет. И, скажем, все эти награды, повещения, они заставляют, скажем, наш хорошо работать и дальше хорошо развиваться. Так называемая свадьба земли и плуга в Батаревском районе прошла с размахом. Даже дождь не смог испортить настроение участникам праздника. В Чувашии появился шедевр изящной печати. Фоксимильное издание Библии Гутенберга. Флиант находится в музее Чувашской вышивки в Чебоксарах. Именно с этой Библии Национальный музей начал проект выставка одного предмета. 42-строчная Библия Гутенберга считается вершиной типографического искусства. Немецкий первопечатник, первый типограф Европы Иоганн Гутенберг создал 180 копий Библии. Все они были напечатаны специальной краской с добавлением меди, серы и свинца. Причем большую часть книг на первосортной итальянской бумаге. Около 45 экземпляров на пергаменте. Над фоксимильным изданием Библии работала целая команда профессионалов. Мастера из Чебоксар и Казани. Книга точь-в-точь, повторяющая оригинал, оформление переплета, используемые материалы, верстка, даже следы старения и износа книг. При изготовлении учитывались абсолютно все детали. Аргентинская кожа, растительного дубления, катушка, обложка. Но остальное руки, материалы, краски. Наша российская кожа, она более жесткая, аргентинская более мягчая. Уникальность растительного дубления кожи, когда она в себя все принимает, любую форму можно из нее сделать. Поэтому так красиво и получилось. Фолиант хранится в специальном сундуке. Мастера создали его из дуба по образцам 15 века. На работу ушел почти год. Сделано вручную абсолютно. Иногда бывало так, что, например, работаю, вот чувствую, не идет, не идет. Нет, остановился, отвори до завтра. Все, завтра пришел, сможешь на свежий гол опять пошел, все нормально. Семь слоев последовательной краски. То есть красил, счищал там какие-то места, опять другой краской красил, опять счищал, пока для закрепления уже лаком не имел. И вот после уже покраски, ну, второе сосаривание делали. Искусствоведы отмечают, что и фоксимилии, и сундук являются интересными и необычными экспонатами для нашей республики. И, безусловно, заслуживают внимания. И у нас, оказывается, есть мастера такого высокого уровня, которые смогли воспроизвести, как печать, бумага ручная, потом кожаная, обложка кожаная, тоже очень с тиснением, с обработкой очень серьезной, старение этих материалов. Выставка уникальна хотя бы потому, что подобных у нас не было. Такие выставки может себе позволить Эрмитаж, допустим, создать фоксимильную какую-то копию и показать это. Фоксимильное издание Библии Гутенберга можно будет увидеть в течение месяца в музее Чувашской вышивки. Галина Зитарчук, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Галина Зитарчук, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Спорт сейчас установила. Хочу дальше продвигаться к международному мастеру спорта. В начале соревнований, хотя и не было дождя, но ветер все же вносил свои коррективы. Преодолевать планку становилось все сложнее. Помогала поддержка болельщиков. Мы болеем за всех. Мы являемся представителями спортной команды по легкой атлетике. Мы всех в своих спортсменах очень любим, поддерживаем и переживаем за них очень сильно. Это самый гостеприимный регион, мне кажется, который мы встречали. Это правда. Тут просто атмосфера, красота. Все, мы по таким впечатлениям, правда, готовы приезжать и приезжать к вам снова. Среди женщин победу одержала Анжелика Сидорова, серебряный призер зимнего чемпионата мира 2018, представляющая нашу республику. Она с первой попытки взяла высоту 4 метра 60 сантиметров. Подождем, но сделали сегодня все, что могли для вас. Спасибо. Тренер Анжелики Светлана Абрамова – один из инициаторов проведения подобных турниров вне стадиона. Все были очень хорошо готовы и настроены на высокие прыжки, но, видите, погода немножко подкачала. В разминке начал накрапывать дождь, мы боялись, что вообще ничего не получится. Но вроде погода сжалилась, но ветер гулял, а ветер для прыгунов в шестом – это большая помеха. На стадионе, когда проходит вся легкая атлетика, там более академично. И здесь зрители совсем рядом, эмоциональная поддержка зрителей, она на самом деле очень чувствуется. Ребята не просто так говорят эти слова. И мы очень хотим, чтобы вот такого рода соревнования стали традиционными. Крупные спортивные мероприятия все чаще проводятся в столице Чувашии. Прыжки с шестом вне стадиона популярны во всем мире. Теперь и в России положено начало проведения таких соревнований. Их история началась на Красной площади Чебоксар. Юрий Барзаковский, главный тренер сборной России по легкой атлетике, отметил, что это радует вдвойне. Это новый формат как для спортсменов, так же и для зрителей. Безусловно, этот формат, ну сейчас, так скажем, набирает популярность в Европе и в мире. И мы впервые провели его в России. На самом деле, ну, как результат налицо, вы видели, сегодня зрители были просто в восторге. Соответственно, спортсмены тоже, какое-то новшество для них. Соответственно, новые рекорды уже, ну, на Красной площади будет громко звучать. И нам вдвойне приятно то, что эти соревнования принимали именно Чуваксары, именно Чуваши. Потому что для нас Чуваксары и Чуваши, в принципе, являются, наверное, таким родным городом. Последние несколько лет проводился всегда чемпионат России, отборочный на официальные старты в Чуваксарах. Поэтому мы очень рады, что Чуваксары нам, ну, как бы, поспособствовали принять именно первый этот турнир, именно здесь. Среди мужчин победителем турнира стал Илья Просвирин из Ярославской области с результатом 5 метров 40 сантиметров. Самые лучшие спортсмены показали свое мастерство, свой профессионализм. А когда еще зрители поддерживают, спалливают результаты всегда налицо. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. С 14 июня и практически на целый месяц Красная площадь Чебаксар превратится в инновационную футбольную площадку для болельщиков. Здесь установят огромный экран, на котором будут транслироваться матчи Чемпионата мира 2018, включая игры с участием главных фаворитов турнира Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины. Площадка для болельщиков будет работать ежедневно с 15 до 20 часов вплоть до середины июля. Церемонию открытия мирового первенства матч России-Саудовская Аравия зрители смогут увидеть завтра. Начало трансляции в 18.00. Не пропустите. Далее вас ждет полезная информация. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Его талант, говорить просто о сложенном, неоспорим. И абсолютно точно, что за годы его деятельности выросло новое поколение детей, воспитанных на его рекомендациях. Самый популярный педиатр страны Евгений Олегович Комаровский на днях посетил Казань. На одной из встреч доктор рассказал о том, как собрать детскую аптечку, если вы планируете поездку в свой отпуск. Самое главное лекарство для аптечки-путешественника называется, записываем, средство для пероральной регидратации. Как правило, это пакетник, в котором находятся особые минеральные соли и глюкоза, которые надо перед употреблением развести в воде. И мы получаем с вами раствор, которым надо поить ребенка, поить при любой фактической болезни. Средство номер два называется жаропонижающие средства. Без жаропонижающих средств мы никуда не едем. Итак, два препарата. Один называется парацетамол, второй называется ибупрофен. Важные таблетки – это противоаллиорические препараты. Два препарата – лорат-1 и цетирезин. Первое лекарство для кишечной инфекции – это ограничение еды. Второе лекарство – уже упомянутое нами средство для пероральной регидратации. Если при кишечной инфекции есть лихорадка жаропонижающей, после этого нам однозначно не помешают препараты актерного угляда, то есть любые сорбеты. В рамках визита доктору Комаровскому устроили экскурсию по аптечному складу, оснащенному самым современным оборудованием. Главная задача фарм-дистрибьютора – это удовлетворение спроса потребителей в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество жизни людей. Основными приоритетами фарм-дистрибьютора являются качество медикаментов, своевременность и быстрота доставки. Соблюдение на аптечных складах правил надлежащей практики, хранения и перевозки медикаментов являются гарантией качества медикаментов. Используемые технологии автоматизации позволяют выполнять эти задачи быстро, своевременно и с низкими затратами. Помимо экскурсии доктору Комаровскому рассказали и о возможностях сервиса заказа медикаментов через интернет, который позволяет не только выбирать необходимые лекарства по выгодным ценам, но и быстро получать их в выбранной аптеке. Добавайте в ближайшие аптеки по выгодной цене. Лекарств много. Аптека.ру одна. Редактор субтитров А.Семкин